Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем право полушарить. Мы будем рисовать море. Нам не понадобится простой карандаш и ластик, мы будем рисовать сразу красками. Давай возьмем синий. Немного добавлять другие оттенки синего. У меня есть еще фиолетовый, поэтому я буду еще добавлять фиолетовый. Немного сверху, только сверху буду фиолетовый добавлять. У меня листок закреплен малярным скотчем. Это удобно, потому что лист не двигается, и можно его не придерживать второй рукой. И советую всегда, когда вы рисуете право полушарные композиции, то закреплять. Потому что обычно из стороны в сторону приходится красить, и листок, если его не закрепить, двигается сильно. К тому же, когда мы делаем рамочку из малярного скотча, то наш стол остается чистым. Так, закрашиваем все синими оттенками, холодными оттенками. Наш лист. Голубыми, синим кверху. Сверху лист темнее, поэтому я туда добавила немного фиолетового. Вот так вот. Потом перехожу вот к синему. Дальше можно к голубому перейти, если у вас есть. Я закрашиваю полностью, вернее, не полностью, но примерно три четвертых. Вот так вот, не до конца, докрашиваю. Синим. Промывайки есть, хорошенько. И снизу мы будем закрашивать охрой. Возьмем охру, песочек такой, будем красить. Ухру можно в эту охру чуть-чуть добавлять красного, чуть-чуть вот как бы, чтобы некоторую золотистость придать. Или желтого еще можно добавить. Это уже на усмотрение ваше. Например, если я хочу сделать песочек такой более розовый, то вот беленькую еще беру тоже вот так вот. И раскрашиваю охру. Растираем также все из стороны в сторону. Вот эту часть песка. Обрати внимание, что вот мы не доводим до конца, до голубого, до синего. Нам нужно отметить, где у нас будет горизонт. Мы берем белую. И где-то вот половину, чуть ниже половины листа проводим линию горизонта. И вот этой белой красочкой кверху растираем, чтобы у нас получилось небо вот на линии горизонта светлее. Вот так вот я взяла и развожу кверху пошли, растираем, чтобы вот эта линия горизонта вот у нас была более светлая. И вот так вот нам ее кверху надо растирать, чтобы получились вот такие вот светлые разводы кверху листа. Все хорошо растираем, чтобы никаких луж у нас не было на листе. Хорошенечко все это, чтобы растиралось из стороны в сторону. Вот таким образом. Также нам нужно на линии горизонта у нас море темное, поэтому мы туда еще добавим тоже. Либо синий посильнее, либо фиолетового добавить можно, либо синего и фиолетового. То есть горизонт еще более сделать темный, контрастно, чтобы у нас получилось светлое небо. И море вот там вот вдали, чтобы было потемнее, а ближе сюда, чтобы оно наоборот у нас было светлее. То есть мы сейчас еще тоже добавим сюда вот вперед белого. Промываем кисть, берем белую краску. И сейчас нам нужно вот этот вот синий сделать голубым. Сделали один раз. Теперь возьмем еще беленькую. Сделаем еще. Сюда прям можно зайти на песочек вот таким образом. Море. Сделаем так. Еще. С этой стороны прям можно посильнее белого вот сделать. И с этой стороны. Вот так. Сюда можно еще синенького добавить, что как будто волна сюда заплыла. Голубенький, да, мы сюда делаем. Волна. Такими вот можно из стороны в сторону черточками как бы сделать. Вот так. А здесь высветлить этот песок белым, чтобы не было четкой границы, как у нас море с песком, да, вот оно сливается. Поэтому вот здесь можно прям беленьким. Хорошо. Растереть. По бокам. Так, тут вот немножко много я сделала белого, и у нас должно быть немного, поэтому я беру еще раз синенькую. И вот здесь уменьшаю этого белого, превращая него в голубой. И с этой стороны. Возьму потемнее синий, тут тоже его. Вот таким образом. И теперь вот эти полоски все ровно, как попытаемся сгланить. Углаживаем сначала, все ровненько, растираем. Серединки вот сюда вот так вот выводим. Вот я кисточку отжимаю пальцами, для того можно салфеткой это делать, можно пальцами, чтобы на ней не было слишком много воды, и можно было аккуратно растереть. Вот так вот. То есть у нас получается прямая линия горизонта, прямая линия здесь. Просто она у нас здесь, ну, здесь больше, посередине у нас больше получается голубого, здесь по краям белого. Вот так. Отлично. Так же песочек немножко к низу притемним. Возьмем коричневый, например, и чуть-чуть вот здесь вот понизу притемним и смешаем с охрой. Нам не нужно, чтобы у нас было темный песок, да, поэтому мы добавляем немного белого сверху вот здесь. Белого можно прям побольше сверху добавить. Так, хорошо. Теперь займемся облаками. У нас подсохло наверху, мы можем нарисовать облака. Для этого мы набираем белую краску, белую красочку, и делаем формы любые облаков, да, вот так просто, ну, какую-то печатаем такими, как бы, неровностями. Кучковые такие облака, они у нас будут перемешиваться где-то с фоном. Просто такими вот отпечаточками сначала делаем. Вот у нас перемешивается с фоном. Хорошо пропечатываем, пусть перемешивается. Особенно внизу, да, вот у нас где облако внизу, оно вполне может быть таким вот темненьким. Темненьким, так. Можно еще где-то добавить. Тут какого-то форма не имеет значения, но еще раз белым проводим по горизонту, совсем чтобы нам горизонт высветлить. И растираем, и растираем. Можно промыть кисточку, лишнюю воду снять, и чтобы ровно до разделить это все. Еще берегу возьму, может быть, еще какой-то облачко там будет. Как видишь, я делаю его не сильно, да, пока ярким вот так. Дали облачко. А теперь беру пальцем белую краску, и сверху на облаке, пальчиком вот так вот, верхушку облака отпечатаю. Почему это нужно делать пальцем? Потому что тогда переход получается плавным. И у этого облачка. То есть я беру и вот край облака. Определяю, да, откуда падает свет, где светится облака. Оттуда. И делаю. И у этого облачка тоже немного сделаю освещенным край верхний. Они тогда получаются такие облака, но прям похожи на настоящее. Вот. После этого можно промыть. Пальчик. Как только понравится вам облако, и вы захотите оставить его таким, можно промыть пальчик. Я взяла темненького еще, осенненького, чтобы ровно переходик сделать от светлого к темному. Низ облака должен переходить в цвет фона. Так будет. То есть внизу не должно быть слишком ярких белых цветов, белого цвета, поэтому я вот тут немножко вот так вот растерла. Так же нужно сделать и здесь. Вот. Такие вот облака кучковые. Море спокойное. Можно оставить так, а можно нарисовать пену какую-то небольшую по краю листа. Для этого, чтобы пена была, да, у нас можно взять щетиновую кисточку, чтобы получился такой пена по краюшку. Ну, прям вот такая бурлящая, да. Вот я беру и вот так вот пену от волны. И здесь опечатываю. Она получается такая неровная, да, вот такими. Вот так вот пену. Можно не рисовать пену, это как вам захочется. И чтобы нам нарисовать дальше работу, нам нужно будет взять тонкую кисть, совсем тоненькую кисточку, нарисуем спускающиеся ветки пальмы. Для этого берем зеленую, желательно темно-зеленую. Нарисуем сбу, отверху отступаем от края и рисуем ветку. И листья пальмы. Ответочки они потолще и заканчиваются очень тоненькими, концы тонкие от веточки. И вот так вот прям их от веточки и рисуем в разные стороны. Они могут быть длинные, да, вот тут вот они увеличиваются по длине, звоните, ветки, листья. Можем отметить, где я буду, да, по длине, чтобы нам равномерно увеличивать. Они обязательно должны все быть повторять друг друга, они же где-то могут изогнуться, да, вот эти вот веточки. Поэтому мы варьируем. Вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пальма бывают разные, поэтому и листья можно, конечно, разные сделать. Вот я вот такие выбрала, сделать длинные. Так, одна ветка. Нарисую еще веточку вот где-то вот отсюда. Одно. Листочки не должны быть идеально ровными. Это придаст картине более такой живой, настоящий вид. Потому что идеального в мире ничего нет. Только искусственная делается идеально. Так, еще веточку она нарисовала. И здесь вот сбоку с этого тоже нарисую небольшую, небольшую веточку. Ну, вот такой вот получился вот рисунок. Можно на листьях, конечно, сделать еще блики. Для этого мы можем взять либо смешать зеленую с желтой или с беленькой, чтобы был такой посветлее, да, цвет. И на листиках можно сделать полосочки, такие вот, света. Ну, как бы блестящие такие листики будут получаться. Так вот, кое-где. Так, вот такие вот получились ветки. Вот такое получилось море. На море можно еще сделать кое-какие белые блики тоненькой кисточкой. Ну, вот какие-то вот чуть-чуть кое-где прям беленькие полосочки. Рябь такую. Ну, не сильно много, так, и не сильно навязчиво это сделать. Ну, не сильно навязчиво это сделать. Решила немножко веточки, листики сделать потолще. Мне показалось, что это будет более интересно. Вот так. Ну, что ж, все. Работа готова. Если тебе понравился мастер-класс, ставь лайк. А сейчас, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok